О новых ударах российских военных по позициям террористов в Сирии сегодня отчиталось Минобороны. Наши самолеты за сутки уничтожили десятки объектов инфраструктуры ИГИЛ, в том числе крупный тренировочный лагерь в провинции Дли. Именно там, по данным разведки, проходили подготовку убывики, звербованные в других странах. Кроме того, в результате точных ударов ликвидированы десятки укрепрайонов, командные пункты, подземные укрытия и склады боеприпасов. В итоге, как было заявлено на брифинге, террористы лишились значительной части запасов оружия, техники и топлива. Александр Бутухов с подробностями. На этих кадрах, сделанных нашим беспилотником в сирийской провинции Идли, одна из крупнейших тренировочных баз боевиков группировки «Исламское государство». Вернее, то, что осталось от нее после бомбардировки. В этот лагерь, по данным нашей разведки, привозили новых наемников из разных стран, чтобы подготовить их к боевым действиям. По данному объекту был нанесен удар группой самолетов Су-25 и Су-24, в результате инфраструктура данного центра была уничтожена. Также были уничтожены места, где велась подготовка террористов к минно-взрывному делу и стрелковому. За минувшие сутки наша авиация совершила 55 боевых вылетов среди пораженных целей и автомобильная колонна с боеприпасами и горючим, и перевалочная база с подземными укрытиями и оружейными складами. Судя по этим кадрам, после прямых попаданий фугасных авиабомб, от этой базы мало что осталось, как и от опорного пункта боевиков, расположенного в районе Тертьяна. Всего за сутки российскими военными самолетами уничтожено 25 укрепленных районов и оборонительных позиций террористов с вооружением военной техники, опорный пункт террористов в районе населенного пункта Сальма, провинции Латакия, 7 командных пунктов боевиков, 6 полевых лагерей подготовки террористов, 6 кладов с боеприпасами, колонна автомобильной техники, 3 подземных укрытия в провинции Латакия и 1 мобильная минометная группа. По данным нашей разведки, боевики ИГИЛ предпринимают значительные усилия для переброски сил и средств на передовую. Но держать позиции террористам становится все сложнее. Каждый день представители сирийской армии делают заявления об освобождении все новых и новых населенных пунктов. На севере провинции Латакия вооруженные силы республики установили контроль за населенными пунктами Кефар, Дальба, высотой Катв и некоторыми другими. Наши войска продолжают наступление и уже контролируют окраины города Сальма. В провинции Алеппо армейские подразделения взяли под контроль большую зону и нанесли ощутимые потери группировки «Исламское государство». Все эти успехи, подчеркнул генерал, во многом связаны с российской военной помощью. Точечные авиаудары наносят большой урон противнику, которая, как было подчеркнуто на этой пресс-конференции, уже не оказывает былого сопротивления. Тем более, что в результате бомбежек по базам ИГИЛ боеприпасов и вооружения у боевиков стало значительно меньше. Александр Батухлов и Павел Матвеев. Первый канал.